друзья вас рад приветствовать на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня мы продолжаем на видео по улучшению качества деталей и сегодня эта тема улучшаем качество зубчатого венца и шлицевых поверхностей деталей тема достаточно интересная будет насыщена такими но точечными знаниями имя в именно в этом направлении поэтому сразу же подписывайтесь на канал если вы впервые зашли и не забывайте делиться с друзьями а мы начинаем про что же мы говорим но естественно у нас есть какие-то шестерни зубчатым венцом а также есть шлицы на такие вот шлицевые поверхности которые также имеют место быть в нашем производстве и что означает вообще улучшение да то есть это боковые поверхности шероховатость 063-125 это уже шероховатость поверхности которая улучшена в основном это уже максимальный результат который достигается для данных шестеренок да что же самое касается и шлицевых поверхностей то есть они тоже проходят определенные процессы улучшения за счет чего добиваются вот такой вот шероховатости поверхности но это на самом деле не все также точность зубчатого венца но если шестерна то длина общей нормали или шлицев размер по роликам от 0 0 2 до 0 0 5 сотых миллиметра ну конечно там достаточно много параметров но это основные которые измеряя длина общей нормали размер по ролика можно размер по роликам измерить и на шестерне это взаимоисключающие параметры на шлицах также есть различные калибры которые позволяют проверять их точность но можно сказать что размеры уже улучшаются значительно тоже на десятке это уже несколько суда и так разновидность зубчатых колес которые мы улучшаем то есть вот в этом ролике конечно колес намного больше не все их можно улучшить этими способами но про которые мы поговорим заодно и вспомним это естественно цилиндрические прямозубые и косозубые шестерни вот такие шестеренки они в принципе классические применяются достаточно часто не забываем мы и про конические прямозубые шестерни такие шестерни тоже применяются в машиностроении очень часто и следующие конические шестерни с круговым или спиральным зубом да то есть по-разному называют круговой спиральный это это в принципе подходит то и то и то правильно естественно не все опять же оговоренные параметры которые мы сегодня будем говорить улучшения можно применить к каждой этой шестерни но в большинстве случаев это можно сделать шлицы они бывают эвальвентные и прямобочные двух видов поэтому мы их разновидности здесь так вот детально не рассматриваем и так почему важно улучшать качество зубчатого венца и шлица действительно когда-нибудь задумались почему это важно первое это плавность хода при работе да это скорее можно отнести именно к зубчатым венцам потому что они сопрягаются друг другом они вращаются они передают вращение что касается шлица то шлица то в основном на него что-то одевается примеру кота шестеренка и дальше она уже работает просто за счет как вместо шпоночных соединений так далее то есть это просто соединение позволяющие проворачиваться относительно вала но есть и шлицы которые по которым что-то постоянно перемещается стороны в сторону скользит и так далее тогда план исхода тоже имеет место быть низкие шумовые характеристики безусловно если у вас точно зубчатый венец и он хорошо сопрягается со 2 сопрягаемый шестерни то и шумовые характеристики будут на высоте оптимальная зона контакта в зацеплении с сопрягаемыми шестерни в принципе о том что я сейчас говорил но если это спиральный звук дата там зона контакта очень важно то есть она влияет на ряд характеристик не только для работы самой шестерни но и нацеленная на ее долговечность что мы в принципе дальше рассмотрим и различные другие положительные эффекты создание оптимально оптимального профиля зуба шестерни или шлица естественно у каждой шестеренки есть определенный профиль зуба да многие скажут да не зачем этот профиль смотреть в профиль очень важно и так он говорит о том как обкатывается 6 на как происходит распределение нагрузок в процессе работы и опять же если мы в современном машиностроении до современном производстве уже большинство шестерен делаются по математическим 3d моделям где профиль не только можно оптимально рассчитать и получить но и также воспроизвести его на своем образу обрабатывающим оборудовании улучшение шероховатости боковых поверхностей зубьев и шлицев но естественно улучшение шероховатости также способствует лучшему обкатому меньшему трению и так далее увеличение долговечности работы безусловно все вот эти вот параметры которые мы говорили то есть это и качество профиля да и шероховатость и зона контактов в результате чего достаточно хорошие все это увеличивает долговечность работы механизм обеспечит его плавность низкие вибрации и соответственно с шумовые характеристики как улучшить качество шестерни и шлица до термообработки естественно первое это чистовое фрезерование или долбление до иногда 6 или нарезается за один проход и уже сразу идет о термообработку так как имеет дополнительный припуск под чистовые операции уже после термообработки которые мы дали с вами рассмотрим но иногда уже чистовые операции после термообработки не делать и шестерни получается полностью готовая за исключением примеру базовых поверхностей каких-то готовится не шлифованием тогда есть смысл делать два прохода один проход черновой он снимает основную массу металла и потом чистовой проход это уже десяточки 3-4 там на сторону до остается металла и уже подчищается повторно делаться дают и увеличивает конечно процесс в два раза будем так говорить ну или в два может быть полтора раза в один на шесть раза дольше изготавливается шестерни но при этом качество поверхностей шлицев или зубчатого венца получается намного лучше следующее это шевингование шевингование вы знаете что есть такой процесс у меня есть видео даже на канале про шевингование то есть это берется шевер ваша шестеренка устанавливается он проходит снизу срезает небольшой припуск с вашей шестерни и тем самым улучшает ее качество до качества поверхности улучшается то есть профиль можно добиться там вплоть до двух сотых миллиметра да то есть это очень точный профиль который в принципе является уже чистовым и если у вас термичка не сильно коробит ваши детали то ваша шестеренка будет достаточно хорошего качества ну и конечно зуба шлифования лишь лица шлифования до если вы думали что эта операция делается только после термообработки ну не всегда бывает шлифуют и до термообработки то есть это в зависимости от логистики если надо изготовить уже окончательный вариант шестерни отдать на термичку в какое-то другое подразделение там собрать чтобы не гонять туда-сюда можно шлифануть но опять же это очень дорого площадь проще делать чистовое зубо фрезерование конечно это не даст такие точные результаты как зуба шлифования но сэкономит вам деньги время и так далее поэтому в принципе зуба шлифования и шлица шлифования чистовое делается до термообработки в достаточно редко и практически только если сильно необходимо что же после термообработки после термообработки у вас зуба холингования да вы скажете что картинка с шевингования взята но в принципе схема работы такая же только вместо шевера используется холинговальный хон так называемый до абразивный то есть он выглядит как шлифовальный круг только имеет конструкцию вот такой вот типа не похожую чем-то на шивер до конструкция это же боковой поверхности между собой трусы это что-то из разряда шлифования трением до взаимным но называется операция зуба холингования позволяет получить наверное качество даже лучше чем зуба шлифование которое у нас идет на следующем так сказать вместе зуба шлифования и шлица шлифования это классическая операция сейчас проводится черно червячными кругами такими до чтобы 1 заходе 2 заходе даже помогите заходе в зависимости от модуля количество зубьев и вообще конструкции шестерни очень высокая производительность и хорошая точность поверхности то есть можно получить пятую там шестую степень точности вашей шестерни и притирка что заключается чем заключается притирка естественно она производится в основном она производится за счет время наше стильных у таких со спиральным зубом да то есть и ну чаще всего может быть это применяют и напрямую зубах или косозубых шестернях но это не в этом нет необходимости то есть вот так вот устанавливаются шестеренки они заводятся в зацепление в рабочие и вот сюда сверху подается масло с мелкой абразивной пылью то есть которая попадая между зубьями шестерен и прокатываясь через эти зубья создает повышенное трение за счет чего дорабатывается поверхность такой способ ну не часто используется на производствах хотя в зарубежных компаниях можно такие притирочные станки встретить но не только зарубежных но скажу вам так что естественно он уступает зубошлифованию потому что здесь как ни крути тут каждая шестеренка трется друг об друга а при зубошлифовании вы на каждой шестерне можете формировать любую эволювенту любой сказать профиль который вам нужен в том числе вы можете его по вашему желанию дорабатывать при притирке такой возможности у вас нет в этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки если не понравилось делитесь друзьями всем добра пока пока